Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве и не только. На этой неделе, мы все знаем, был снят ряд карантинных ограничений, в том числе и по общественному транспорту. Мы полностью отменили в Одессе специальный режим и вернули общественный транспорт в нормальный режим от работы. Но ряд ограничений все же остался. В первую очередь, мы допускаем это пассажиров только по количеству сидячих мест в салоне и только в защитных масках. Также хочу отметить, что медиков мы по-прежнему будем допускать вне очереди. Также хотелось бы вспомнить о том, что со следующей недели мы начинаем наносить эту разметку и формировать выделенную полосу для общественного транспорта. Начинаем мы эту работу в Суворовском районе. Выделенные полосы сделают эту работу нашего транспорта намного качественней и услуга станет намного лучше. Опыт улицы Ришельевской нам это доказал. И естественно о двух резонансах, но случаях, которые были на этой неделе, мы не можем не вспомнить. Это два обрушения зданий жилых. Первое на улице Торговое и второе на Среднефонтанской. И там и там были необходимы отселения жителей. И там и там, естественно, мы получим технические заключения специалистов. Но уже до этого хотелось бы отметить, что в обоих случаях мы наблюдаем то, что рядом уже были построены новые дома, либо активно велись это работы по застройке. Поэтому мной уже выдано распоряжение всем городским ЖКС, чтобы выполнили инвентаризацию всех домов в центре города, верхних домов в первую очередь, где уже ведутся, либо возможны в перспективе работы по застройке. Мы будем мониторить состояние этих домов, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, жду ваших вопросов и до встречи через неделю. Продолжение следует...